Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий «Олжас» Байделдинов. Ну, наверное, самая главная тема, которая сейчас есть и в нефтянке, и в финансовом секторе — это IPO КМГ. Что делать? Покупать, смотреть, наблюдать, покупать и сколько держать эти акции? Сегодня мы попытаемся на эти вопросы ответить. У нас в гостях Шулпана Айнабаева, представитель управления Skybridge Invest. Здравствуйте, Шулпан! Вы правильно сказали перед программой, что мы, в общем-то, должны были еще раньше встретиться, наверное, когда все это начиналось. Ну, для начала, наверное, Skybridge Invest — это один из финансовых консультантов, андерайтеров и букранеров текущей сделки. Мы находимся в процессе подготовки Казмуна и Газа к предстоящему размещению уже несколько месяцев. И мы являемся частью консорциумов, в которые, кроме Skybridge Invest, входят еще Халык Финанс, Freedom Finance и BCC Invest. Ну, четыре, да, там, компании, которые… Да, ну, давайте, наверное, тогда постепенно, может быть, вы видели вот те передачи, которые мы с нефтяниками-финансистами записывали до IPO. Они, если честно, были, в общем-то, пессимистичны. Я больше, как бы, тоже в этой стороне, потому что, ну, понятно, это правильная инициатива, она нужная. Она нужна для финансового сектора, она нужна для КМГ, чтобы они более-менее, там, скажем так, стали публичными. Да, сейчас особо никто не знает, что там происходит. Но вот по поводу сроков или того, как это происходило, у всех очень много сомнений. Ну, может быть, вы их так развеете, да, там, не знаю, свой взгляд там представите. Почему IPO вообще в целом проводится только в Казахстане? Ну, ведь изначально говорили, что будет там параллельный листинг на LSE. Ну, трудно сказать, какой момент будет самым выгодным. На самом деле, когда компанию начинали готовить в 2019 году, то реализация сделки помешала падение цен на нефть в 2020 году. Ну, понятно, там, ковид был. И, то есть, конечно же, из-за пандемии были отложены те глобальные процессы, которые начинались. Затем рассматривался вопрос о листинге на LSE и двойном размещении на двух биржах, на международной и локальных казахстанцах. Ну, Казатомпром так шел, да? Ну, это классика, на самом деле. Если вспомнить там все сделки, которые были ранее, это разведка добычи Казмана и Газ, Халыкбак, Банк Коскоммерс. О, сколько мы РД посвятили. Да, не буду об этом. Ну, и, на самом деле, внешние рыночные условия, они фактически не дали сделки состояться именно в том формате, в котором и предполагалось сразу. Буквально этой весной рынки очень сильно упали. Очень сильно упали, и я считаю, необоснованно акции всех стран, которые относятся к развивающимся рынкам и в том числе к рынкам СНГ. Они бегут в Америку. К рынкам СНГ, да. И, на самом деле, была очень неблагоприятная ситуация для проведения сделки именно на международном рынке. И международными консультантами, которые также обслуживали данный процесс, было сделано предложение, рекомендация либо отложить сделку, либо изменить ее формат. После этого нам, локальным банкам, был задан вопрос, возможно ли проведение сделки локально только на казахстанском рынке. И мы на тот момент посчитали, что это возможно. Просто не нужно его делать в том объеме, в котором оно предполагалось сразу для двойного решения. Ну, наш рынок столько не переварит? Конечно, потому что Казмон и ГАЗ, это как компании, как их называют, Лачкап. И действительно, вот те 5%, о которых сейчас идет в размещении, да, вот речь, выходит 5%. И, может быть, они как бы в свободном потоке занимают мало, да? То есть для фрифлоута это совсем мало. Ну, фрифлоут обычно 15-20, да? Ну, как минимум 10, вот. Но надо сказать, что в абсолюте это достаточно серьезная цифра. И для компании Лачкап, да, как, например, вот пример с Аудиорамка, который проводили тоже только локальное IPO и тоже для своих инвесторов, и там было размещено порядка 2%. И тем не менее эти 2% смогли создать локальный рынок внутри. Ну, понятно, что любая компания, вот, переходящая, да, выходящая на IPO, она, на мой взгляд, должна становиться больше нефтяной компанией, публичной компанией, чем национальной. Мы вот среди нефтяников, как бы, ждали от КМГ вот этого, что они выйдут, скажут, мы там не будем больше поддерживать вот это, мы исправимся вот здесь, вот все, мы будем работать над, скажем, повышением доходности, стоимости. Но пока мы это от КМГ не услышали, и вот обсуждаем, как бы, там, финансовую сторону, да. Вот эта цифра, эта оценка 8406. Вообще я бы пошутил, что нужно было с точки зрения маркетинга сделать там все 3 восьмерки цифру, или там все 3 семерки, или там 4 семерки сделать. Ну, она более была бы читабельна, там, не знаю, 4 восьмерки, может быть, даже там для кого-то какое-то сакральное число было, да. 8406 цифра откуда взялась, и, ну, что она, скажем так, означает? Эта цифра соответствует оценке бизнеса компании в 11 миллиардов долларов. То есть, если вы знаете, на данный момент компания по своей балансовой стоимости составляет там порядка 18-19 миллиардов долларов. Ну, да, в районе 20 там, да. Вот, но была проведена комплексная оценка различными банками, то есть все банки-консультанты, которые участвуют в сделке, сделали свою оценку, делали оценку еще представителей четверки. Да, мы сейчас сможем посмотреть, кстати, вот график у нас первый. Вот, и после этого были выведены, были сделаны выводы о среднем уровне справедливом, справедливой стоимости бизнеса Казмуна и ГАЗ. И в среднем компании сошлись на уровне 14-16 миллиардов долларов. 14-16 миллиардов. Ну вот, да, мы сейчас видим, да, график. Да, можем посмотреть эти графики. Это оценка... Нет, предыдущую давайте. Да, там, где вот оценка у нас приведена от компаний, да? Да, 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 все верно. Скайбридж, Халык Финанс, Би Си Си, Халык и еще какая-то пятая, да, там у нас, я так... Ажусан Инвест, он же участвовал в нашем консорциуме, но их мнение о справедливой стоимости и о цене было сделано в процессе инвестор-эдикейшн. Есть такие процессы при IPO. Ну, то есть, сторонние, скажем так, мнения, которых не участвующих, правильно? VDAE называется предел инвестор-эдикейшн, когда аналитики банков, которые консультируют эмитента, вместе со своими отчетами выходят на обучение аналитиков сторонних, абсолютно сторонних институциональных аналитиков с рынка. И после этого дается время на, ну, как бы, наверное, на то, чтобы они сами сделали свой анализ, то есть, или сверились уже с тем анализом, который сделали мы. И через некоторое время мы делаем сбор обратной связи, фидбак, и на основании его делаем вывод, как рынок оценивает ценную бумагу. И, в принципе, получается, что в целом мы были где-то в одном уровне. Если вы сейчас увидите, то... Ну, вот, да, для зрителей, наверное, и для тех, кто сейчас IPO интересуется, их там как минимум несколько сотен тысяч, да? Вот эта сумма, скажем так, процентов, потенциал роста, что она означает, в какой срок этот рост может состояться, состоится ли он, вот. Вот, после этого идут большие такие, знаете, ну, переговоры с теми, как бы, лицами, те, которые принимают решения по обоснованности тех цен, которые представлены различными банками. И, конечно же, в этих банках, в этих оценках еще сидят вот те условия и те негативные факторы, которые мы видим снаружи. То есть, по чем рынок взял бы, какова стоимость долга, какие стоимости, каковы ставки дисконтов для компаний аналогичного сектора и аналогичного размера. И, в целом, мы, как бы, приходим вот к такому уровню справедливой стоимости. И после этого было принято решение еще и предложить населению цену гораздо ниже того уровня, как мы оценили уровень справедливый на уровне, ну, порядка 15 миллиардов долларов. И было принято решение для населения предложить ставку, ну, как бы, цену, соответствующую стоимости бизнеса в 11 миллиардов долларов. Таким образом, вы видите эту цену, 8406. Это абсолютно просто. 11 миллиардов долларов, умноженное на тот курс, который был на момент принятия решения, поделенное на количество. Был, конечно, соблазн округлить, как вы сказали. Ну, я бы, честно говоря, да. Можно сделать какую-то красивую стоимость, но на самом деле возникает именно вот этот же, опять же, такой логичный вопрос, да, для того, чтобы обосновать. Ну, вот этот потенциал роста, да, который сейчас во всех заголовках, да, там 30% КМГ может вырасти, 40% КМГ может вырасти. Ну, это же рынок. То есть мы можем сказать, что да, я могу продать машину на 30% дороже когда-то там, но нужно понимать, что тогда на другой стороне ее кто-то должен купить. Вот этот покупатель на 30-40% дороже, это кто должен быть тогда? Ну, рынок, опять же. Ну, на самом деле, вот этот потенциал роста, это та стоимость, которую, тот дисконт или вот та разница между справедливым уровнем, как мы оценили каждый из нас эту компанию и ее акцию, и той ценой, которая сейчас предложена. То есть у SkyBridge Invest уровень справедливой стоимости составляет 11693 тенге за одну простую акцию. Если сравнить с 8406, у нас там выше 36%. Ну, плюс 36%. Вот. И логичный вопрос, который вы задали, который очень часто сейчас задают нам, в течение какого времени мы увидим эту справедливую стоимость? Вот именно, да. И я бы здесь, на самом деле, не рассматривала все-таки краткосрочную перспективу, а скорее смотрела бы на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Потому что, на мой взгляд, компания Казмунный Газ, это уже зрелая компания, и она, эта компания, и как все нефтяные компании, она в большей степени должна представлять не дивидендную историю, а историю роста. Ну, у нас, у нефтяников, общее представление, что мы сейчас покупаем не КМГ, а Тингиз. Ну, скажем так. Потому что сам КМГ, он больше такой убыточный, он социально направленный, и потенциал роста, например, у КМГ, это вот сейчас проект будущего решения Тингиза, который должен как бы дать больше нефти, дивидендов. Если не ошибаюсь, сейчас, по-моему, 60% чистой прибыли, это доля в других компаниях. Хорошо, вот мы, кстати, можем посмотреть второй график, который мы уже смотрели, это по собственному капиталу, количество акций. Да, вот мы сейчас видим, да, 8,9 триллиона тенге, это порядка 19 миллиардов долларов, собственный капитал, количество акций, стоимость одной акции, ну, это вот справедливая, да, скажем так, стоимость, которая была, и та стоимость, которую заявлено, вот сейчас Шулпан об этом говорил, 14 тысяч, да, вот где-то звучит цифра, 11 тысяч, вот потенциал... Здесь мы видим точно, да, что это 0,6 от балансовой стоимости, и на самом деле точно потенциал роста здесь имеется. Да, 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 я про вот балансовую стоимость, про книгу тоже писал, что на самом деле очень удивительно, что КМГ сам себя оценивает ниже собственного капитала, и, ну, я даже в аналитике писал, ну, какая-то очень маленькая сумма, 11 миллиардов долларов, с учетом того, что мы нацкомпанию строили 20 лет, ну, сейчас Каспий оценивается рынком дороже, чем КМГ, как-то... Ну, или там Казатомпром сейчас, по-моему, да, сколько они там, 8 миллиардов у них капитализации. Понятно, что есть потенциал, как бы мы по поводу этого, в общем-то, не спорим, потому что если КМГ разделить по активам и посмотреть, наверное, да, он стоит дороже. Что есть из рисков вот сейчас у КМГ, вы видите, или, может быть, там, чуть позже? Ну, конечно, у Казмонегаза, на самом деле, самые очевидные риски – это волатильность цены, и мы, наверное, в последнюю неделю тоже столкнулись с этим, да, когда цены припали по сравнению с тем, как в течение года, на каком уровне цена находилась. И, к сожалению, это тот риск, который находится абсолютно не под управлением компаний. И, ну, на самом деле, вот те потенциалы роста и вот ту справедливую оценку, которую мы делали, она, на самом деле, базируется на среднем ожидании, на самом деле, неоптимистичных цен. Неоптимистичных? Да. То есть здесь заложено сколько? 70. Доллар? А, 70. Вот вы сказали про неуправляемость нефтяных цен, тогда у меня вот такой каверзный вопрос, я его, кстати, задавал Даврину Супаралиевичу, финансовому директору КМГ. Многие нефтяные компании и даже страны используют нефтяную страховку от низких цен. Они в периоды высоких цен действительно переплачивают, там, может, даже до миллиарда долларов за эти страховки. Но в периоды, например, низких цен, как вот были в COVID, там, та же самая Мексика, она не присоединялась к соглашению ОПЕК в плюс, потому что, ну, у них фиксировалась там в районе 80 долларов страховка. Они несколько лет за нее платили очень большие суммы, у всех это, естественно, вызывали вопросы, да, и так цены высокие, вы еще деньги на страховку тратите. Потом грянул COVID, и все поняли, а, вот она, оказывается, нужна была. У КМГ, я насколько понимаю, таких инструментов сейчас нету, и они как бы их и не рассматривают. Ну, на самом деле, они рассматривают только возможность выживания и работы компаний при любых внешних ценах. И фактически, как бы, рассматриваются сценарии, да, которые позволяют все-таки комфортно работать. Ну, там, ну, в общем-то, многие пессимистичные достаточно уровни цен закладываются, но страховку пока не рассматривают. Ну, хотелось бы, если честно, увидеть такой от КМГ. Мы можем, наверное, сейчас третий график, да, посмотреть. Сейчас вы его увидите, и мы его заодно прокомментируем. Это количество физлиц, это все данные, кстати, SkyBridge, это не мы готовили. Это количество физических лиц в Казахстане, которые инвестировали, скажем так, открывали счета инвестиционные, да, я правильно, наверное, так выражу, да, то есть не инвестировали, а открывали инвестсчета. И какое количество было? Ну, вот на момент IPO Казахстана Сойла их было 54 тысячи, я, если не ошибаюсь, в самом IPO КМГ участвовало 40 тысяч, там, 39 с хвостиком. А, 34. Это вот премия точно могу вам сказать. А, ну, хорошо, пусть 34. Я в тот момент возглавляла Казахстана Сойла, которая была единственным консультантом Казахстана Сойла. А, все, тогда все, бесспорно, я дальше не буду спорить. Ну, видим, в принципе, что этот рынок в Казахстане развивается, да, там, 440 тысяч, это на, ну, примерно на конец этого года. Сколько из них может участвовать в IPO КМГ, вот по вашей оценке? Ну, на самом деле, почему выделены именно вот эти сделки? Это те сделки, которые сопровождаются такой широкой массированной рекламой и работой с потенциальными инвесторами. И поэтому в сравнении ведутся, берутся именно вот эти сделки и выводится такой средний подход. Но в 2022 году мы пришли к тому, что за счет цифровизации, за счет изобретения новых абсолютно удобных способов коммуникаций в виде мобильных приложений, как банковских, так и брокерских. И кроме того, то, что крупные банки сейчас тоже получили возможность оказывать брокерские услуги также на рынке корпоративных ценных бумаг, мы в 2022 году, мы на самом деле сейчас испытываем огромный прирост базы розничных лиц. То есть это еще, скажем так, без эффекта цифра, да? Да, и то есть на самом деле вопрос о том, что 440 тысяч, эта цифра такая достаточно усредненная, эта цифра была на конец полугодия, когда у нас только начиналась наша массированная информационно-образовательная программа. Сейчас мы ожидаем, что количество открытых счетов, возможно, подойдет к числу 800 или 900 тысяч. Ну и, наверное, по нашим ожиданиям, что в сделке должны принять участие не менее 130, а то и 150-180 тысяч. Ну вот летом мы тоже так критиковали КМГ в плане того, что вот эти финансовые пирамиды, которые на КМГ идут, они, по-моему, более активно пиарятся, если честно. Видели, наверное, да, в Google Play там в топе скачивания вот это левое приложение. Знаете, я даже сама пострадала от этих мошеннических приложений, потому что мое лицо использовали в одной платформе, и там прямо такой призыв был. Там, правда, не было связано с Казмуной и Газом, а просто с финансовыми пирамидами, но было как бы это. Я заплачу вам каждому 100 тысяч долларов, если вы в течение 6 месяцев не станете миллионером. Нет, это не говорят на улице? Нет, 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 там целый список людей выстроился, чтобы мне предъявить. Ну это так, шутку, друзья там. Ну да, понятно. Но у нас немного времени остается. Наверное, ключевой вопрос, который сейчас всех волнует, и тех, кто будет смотреть эту передачу или слушать ее на резках. Стоит ли покупать эти акции? Если да, то какой портрет, скажем, у этого человека? Он должен рассчитывать на ликвидность или он должен приготовиться к тому, что это как бы долгая история на 2-3 года, может быть, дольше? Я, на самом деле, как руководитель брокерской компании, конечно же, работаю со всеми категориями инвесторов, и с краткосрочными спекулянтами, и с долгосрочными. Сама себя я отношу скорее к категории консервативных и долгосрочных инвесторов. И здесь вот то, что я собираюсь приобрести акции Казмуной и Газа для себя и для своих детей, я рассматриваю именно в долгую. При этом вот этот потенциал роста, который мы обозначаем в 35-36%, я вижу его достижение где-то в среднесрочной перспективе. А в долгосрочной я бы скорее все-таки смотрела на прирост не на сколько-то процентов, а в сколько-то раз. В краткосрочном режиме могут... Вы слышали, да? Если не вырастет в сколько-то раз, тогда Шултан что-то делает? Восстановите суммы, да? Или как в рекламе было? Нет, к сожалению, брокер не вправе гарантировать доходности. С точки зрения дивидендной политики, которую сейчас очень много обсуждают, конечно же, я бы не рассматривала Казмуной и Газа как дивидендную историю. Я бы скорее смотрела на дивиденды, которые определены этой дивидендной политикой, как на дополнительный бонус, скорее как вишенка на торт. Но я бы хотела для тех, кто читает проспект и саму дивидендную политику, сделать еще какие-то оговорки. Потому что там речь идет все-таки о минимальных фиксированных дивидендах, а не о дивидендах, что они зафиксированы именно на этом уровне. Свободного денежного потока будет направлено на дивиденды, либо 50% от свободного денежного потока. Если эта сумма будет меньше 200 или 250 миллиардов тенге, то будут выплачены 200 или 250 миллиардов. Скорее это говорит, наверное, о желании имитента, наоборот, закрепить какую-то финансовую подушку для того, что дивиденд будет обязательно. Но речь не идет о том, что эти 200-250 миллиардов это потолок и больше ничего. Ну понятно. Больше может быть, меньше. И в завершении буквально вот у нас график завершающий. Ну, Шулпан, вот сейчас мы его видим на экранах. КМГ в сравнении с остальными компаниями, скажем, нефтяными. То есть если мы рассматриваем КМГ, мы говорим, что, ну, я, извините, могу ExxonMobil купить. Они ежеквартально платят дивиденды в долларах. Я вот КМГ, кстати, задавал вопрос, вы будете квартально платить? Нет, мы как бы не рассматриваем такой, ну, как-то вот тоже вложить деньги и ждать год дивиденды. А как КМГ смотрится в сравнении? Хорошо, плохо? Ну, для того, чтобы сравнивать компанию, любую компанию, в сравнительном анализе применяется так называемый анализ мультипликаторов. И есть самый главный, как бы, показатель, вина и беда, который характеризует именно, ну, можно сравнивать различного уровня компаний, различного уровня. Ну, просто, скажем, здесь подход к финансовым показателям. Да, и на самом деле мы как бы видим, что та цена, которая сейчас предложена, 8406, вот, к тому уровню прибыли, который был предложен, который был получен в прошлом году и вот в последние финансовые периоды, соответствует где-то уровню порядка 3-3,5 и вина и беда. Что говорит о том, что, на самом деле, данная цена находится на справедливом уровне, на том уровне, на котором торгуются сейчас нефтяные компании похожего размера и похожего качества. То есть у ExxonMobil, он подходит там порядка к 6, да, там, то есть и у Chevron, ну, там, 5,5 и тоже к 6. Ну, давайте на этой позитивной ноте завершим, что КМГ очень-очень близок к этим компаниям. Спасибо вам. Я напомню, у нас в гостях шел Пан Айнабай, представитель правления Skybridge Invest. Поговорили о том, что такое IPO КМГ, что оно привлекательно, есть определенный экономический смысл, стимул в том, что эти акции будут расти, но в долгосрочной перспективе, не через месяц, не через два. Ну, естественно, здесь никто не может гарантировать, будет этот рост сегодня-завтра или там через какое-то время. Это уже личное, наверное, решение каждого человека, каждого инвестора. Ну, и опять-таки, мы повторим, наверное, да, не попадайтесь на удочку различных финансовых мошенников, потому что, ну, IPO, оно будет проводиться не в таком формате, да, скачай приложение и перечислить куда-то деньги. Напомню, это программа БД1 нефть. Увидимся через неделю на Atomic & Business. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова